Примерно четверть территорий России занимают горные регионы. Самой высокой в нашей стране является горная система Кавказа, протянутая вдоль побережья Черного моря почти на тысячу километров. Безусловный рекордсмен — недействующий вулкан Эльбрус. Его высота более пяти с половиной километров. Неудивительно, что он привлекает альпинистов. Вся необходимая инфраструктура сосредоточена на южных склонах, в том числе канатная дорога и высокогорная гостиница. Также на Кавказе находятся курорты с источниками минеральных вод. Кроме того, эти горы занимают первое место в России по площади Оледенения. Не такие оледеневшие и высокие горы можно найти в Южной Сибири — это Алтай. Его наивысшая точка — гора Белуха. Благодаря разнообразию флоры и фауны эта горная система была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть кедровики и альпийские луга, а также редчайшие виды животных, например, снежного барса. Кроме того, именно здесь располагается так называемый Малый Байкал — Телецкое озеро. Если Алтай славится многообразием животного и растительного мира, то сокровищница полезных ископаемых — Уральские горы протяженностью более 2000 километров. Их наивысшая точка — гора Народная. Из малахита и яшмы, добытых здесь, сделаны чаши петербургского эрмитажа. А вот самые низкие горы — Хибины, расположенные на Кольском полуострове за Северным полярным кругом. Их пик — Чесночер, поднимается над уровнем моря всего на километр. Зато они невероятно древние. Возраст магматических пород превышает полтора миллиарда лет. Это идеальное место для туризма, где можно избежать опасностей высокогорного подъема и насладиться прогулками по хвойным лесам. Только запаситесь средствами от комаров, которые здесь свирепствуют. Но в конечном счете даже они не помешают вашему отдыху. Ведь лучше гор могут быть только горы. Продолжение следует...